Всем привет, дорогие друзья! С вами я тут, вы на канале Мирные Игры, мы продолжим играть в Транспорт Фивер 2. И давайте продолжим прохождение нашей кампании. Сегодня будем проходить Шотландия и острова. К сожалению, я уже это видео писал, оно у меня не записалось. Ну, записалось с артефактами, поэтому я переписываю. Так, давайте читать, что же нас ждет. Сивер Великобритания, рассвет викторианской эпохи, индустриальный город Клазго неудержимо растет. Фабрики работают на полную мощность, однако и конкуренты не спят. Если говорить об экономике, то страны континентальной Европы уже давно догнали Британию. Нельзя допустить, чтобы колыбель промышленной революции уступила первенство. Тот, кто опоздает сейчас, навсегда останется позади. Нам нужно будет выполнить три задания. Плата за переправу, крейк на дун и золотое руно. Давайте начинаем заново. И посмотрим, что у нас получится. Шотландия. Край просвещения. Край прогресса. Край науки. Край промышленности. Городской совет Глазго хочет обновить транспортную инфраструктуру. И таким образом сохранить статус промышленной столицы не только сейчас, но и в будущем. Вашей транспортной компании нужно, можно сказать, было суждено заполучить этот контракт. Интересно, каким образом? Так, ну что. Верфи Форд оф Глайда с давних пор известны своим прочными кораблями. Новейшие достижения в области серийного производства качественной стали открыли путь к невиданным ранее возможностям. Член городского совета во время недавней охоты на фазанов осознавился у вас. Не желаете ли вы обеспечить его друзей в суду строительной промышленности этим чрезверно важным материалом? Итак, уголь и железо возобилие доступны в областях около Глазго. Надо отправить их в печь. Доставьте уголь в железную руду на металлургические препятствия в Глазго. Давайте этим займемся. Мы стоим на паузе. Давайте смотреть. Уголь. Окей. Ну и железо вот. Тоже окей. Здесь у нас есть дорога. Давайте строить. Давайте строить, как всегда, то, что мы любим. Делаем. Берем дорожку. Раз. Окей. Сейчас двинем еще. Вторую. Так, нет, не сюда. Вот с этого конца. С нормального. Окей. Идем. Ну, как дорого получилось. Но зато с тоннельчиком. Это прикольно. Так, и теперь нам нужно будет три станции. Три станции. Так, уголь и железная руда. Да, три станции. Давайте сделаем вот так. Сделаем с вами. Вот так. И третью станцию построим. Вот здесь поставим. Есть. Отлично. Теперь нам нужен будет с вами еще гараж. Ну, как без гаража-то? Мы же должны будем машину-то какую-то выгонять. Правильно? Поэтому ставим гараж. Есть. И смотрим, что у нас тут в гараже есть. Так, нет. Вначале давайте, знаете, перед тем, как будем закупаться, мы с вами покупим... Точнее, не купим, а сделаем два новых маршрута. Первый маршрут будет у нас вот такой. А второй маршрут будет у нас вот такой. Ну, и сейчас мы с вами все это дело законнектим. Все, идем в гараж. Покупаем транспортные средства. У нас здесь есть два дилижанса. И есть вот такая грузовая повозка гужевая, которую мы уже видели в прошлый раз, скрытая европейская гужевая повозка. Давайте для начала сделаем пять машин. Здесь выберем их и назначим ветку. Пусть будет первая. Отлично. Идем еще. Делаем семь. Ну, не машин, а повозок. Окей. Будем точны в наших рассуждениях. И выбираем вторую линию. Все, есть. Можно запускать. Можно даже запускать ускоренную. И все, наши побежали. Тележечки. Стоп, 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 стоп. Какие тележечки? Опять я не то сделал, друзья. Ну, вот что ж такое-то? Сейчас решим этот вопрос. Перепутал. Видите, у нас на седьмой ветке пошли. Пассажирские. Не обратил я на это внимания. Сейчас мы все это сделаем с вами. Давайте мы вот так вот сделаем. Выберем сюда. Так, так, так. Вторая линия. Так, как же здесь у нас над транспортом? Ага, вот здесь вот. Во, отлично. Выбираем все. И продаем это все к чертям. Да. Есть. Теперь, видите, сразу, кстати, они продают. Не возвращая в гараж. Теперь еще раз идем в гараж. Еще раз покупаем транспорт. Берем грузовой. Берем семь штук. Покупаем. Вызываем. И отправляем на вторую линию. Вот теперь должно быть все зашибись. Понеслась. Да, иногда нужно, конечно, контроль, что вы там назаказывали. И не сильно расслабляться во время заказа транспорта. Наверное, так частенько бывает, когда кто где-нибудь не так заказывает. Хотя, может быть, я только один такой талантливый. Смотрите, с вот этой станции мы будем сейчас еще готовый продукт отвозить в город. Поэтому нам было бы неплохо ее расширить. Мы заходим сюда, выбираем настроить. Выбираем карго. И сейчас мы ее увеличим. Можно даже еще подлиннее их сделать, чтобы побольше у нас влезало и грузов. И, соответственно, те, кто будет загружаться-разгружаться, сделали на четыре разных товара. Все, отлично. Так, ну вот, уже начали завозить. Уже первые грузоперевозчики подъехали к нам. Ну и сейчас отсюда тоже уже, наверное, подъедут. Уже денежка пошла, друзья. Выполнили мы это задание. Нам дали следующее. Верфянам нужна сталь для строительства огромных кораблей. И чем больше, тем лучше. Но сталь сама себя не доставит. Доставьте 10 стали в промышленный район Глазго. Давайте посмотрим. А, ну вот Глазго у нас. Вот он, промышленный район. Ну и давайте сделаем тогда следующим образом. Значит, вот здесь мы строим очередную. Стоянку. Есть. Здесь нам нужно будет соединить дорогу с Глазго. Ну, можно так, да. В принципе, у нас денег много, нам не очень жалко. Так, и здесь тоже нужно будет соединить. Вот так вот. Наш может быть вот такую. Одно сдали не будет удалено. Ну и фиг с ним. Деньга у нас много. Так, есть. Все. Теперь нам нужно будет сделать опять-таки новый маршрут. Отсюда. Вот сюда. Есть. И купить новые транспортные средства. Грузовые. Штучек 7 я думаю, что нам хватит. Достаточно длинная дорога. Купить. Выбрать. И назначить всю эту красоту на третью линию. Все. Понеслась. Все. Теперь ждем. 10 стали. Пока не доставят в нужном направлении. Прям такой актив-актив пошел. Смотрите, здесь прям пробки. Кстати, если обратили внимание, когда мы начали подвозить товары к городу, точнее не к городу, а к заводу, он начал работать, у него дым повалил и так далее. То есть до этого он стоял такой типа мертвый. Не рабочий. А, вот здесь есть еще подсказка. Городские дома распределены по трем видам землепользования. Соответствующий слой показывает все три района. То есть вот можно вот сюда вот выбрать. И видите, здесь вот это вот. Желтенькие это промышленные зоны, зелененькие это жилая зона, здесь пассажиры. Ну а голубенькие это товарная зона. Где наше задание? Вот оно, наше задание. Только одну сталь пока мы достали. Но я думаю, что мы сейчас побыстрее кому побольше достанем. Вот она уже здесь у нас стоит. Как я как-то уже говорил, мне больше нравятся открытые вещи. О, видите, они в виде таких швеллеров что ли. Каких-то сделанных тип рельсов. Балки такие. Ну давайте забирайте уже скорее. Тут осталось тут чуть-чуть совсем. Вот 7 штучек надо доставить. В чем проблема? И пойдем устроить корабли, друзья. У нас здесь появятся корабли. Это же круто. У нас кораблей еще с вами не было. Как вы видите, она еще не активная. Эта кнопка из самолетов еще пока не было. Но мы дальше идем вперед. Потихонечку развивается все. О, кстати, смотрите, у них здесь пруд есть. Прикольно. Здесь они, видимо, берут воду для охлаждения металла. Наверное, так. А может быть, на всякий случай, ради пожарной безопасности. Жалко, что здесь людишки не ходят и ничего не делают. Было бы прикольно, если бы они еще что-то такое делали. 8 стали мы уже доставили. Вот здесь вот весело, смотрите. С углем вагонетки, как шустренько ездят. Но вот опять людей не хватает. Так, задание выполнено. Отлично. Внешние гибридские острова, благодаря вашим поставкам высококачественной стали, шатанские кораблестроители смогли построить несколько отменных пароходов. Пора раскочегарить их топки на полную мощность. На островах можно добыть пропитание для рабочих. В море водится восхитительно на вкус рыба. А в вискарне гибридских островов производят совершенно шикарные виски, которые здесь называют живой водой. Обследуйте эти территории. Так, итак, нам нужно построить гавань в вот этой области. Но давайте построим. Выбираем гавань. Сейчас мы ее развернем. Думаю, что так будет вполне достаточно. Так, ясно. Строительство гавани у нас закрыто. Теперь построите гавань в посвеченной области. Друзья, это не гавань. Это у нас будет вот такой вот верфь. Док. Так. Вот так вот сделаем. Почему-то они ее тоже гаванью назвали. Дальше. Нажмите и купите корабль. Но давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть два корабля. Есть один помедленнее, 32 км в час, и Мали поменьше. И один побольше, 40 км в час. И 100 вместимость. Соответственно, проверяем грузы, какие может перевозить. Может все, что нужно перевозить. Может. Покупаем. Есть. Так. Проложите маршрут для корабля в направлении гавани города Гавань-Порт-Эйлен. Но давайте сделаем. Так. Выбираем новый маршрут. Сюда. И Гавань-Порт-Эйлен. Вот сюда. Есть. Все. Здесь мы все сделали. И теперь возвращаемся вот сюда. На верфь. Выбираем корабль и назначаем ему новый маршрут. Четвертый. Все. Пошла движуха. Теперь нам нужно дождаться, пока корабль до туда дойдет. Смотрите, какой красавчик. А? По-моему, просто супер. Можно даже помедленнее его порассматривать. Так вот. Красавец. Со спасательными лодочками. Проходик. Здесь есть у нас, соответственно, руль. Штурвал. Здесь еще один штурвал. Наверное, видимо, тот запасной. Очень прикольная тема. В принципе, если хотите, можно даже, наверное, вторую лодку запустить. Пусть две лодки пойдет. Уж не знаю, хватит ли нам одного корабля или нет, но этот явно быстрее, чем та вторая лодочка. Да, давайте запустим. Почему запустить? Давайте купим. Купить. И также отправим его по четвертому, по этому морскому маршруту. Или речному. Наверное, это все-таки не морской. Вот верфь открылась. И вот он, красавчик второй, выплывает. Их, красота какая. Ну, конечно, поменьше у нас, типа подревнее и все такое. Меньше груза тянет. Кстати, смотрите, какой здесь руль прикольный. То есть здесь не штурвал такой, ну, то, что штурвал, но просто сдвигается правым-левым матросом или там капитаном и поворачивает. Очень прикольно. Ладно, все, давайте разгоняться и дожидаться, пока один из кораблей дойдет до нужной точки. В принципе, можно на нем поплыть. О, а у нас есть новые работники задания. Давайте-ка мы сделаем. Ну-ка на паузу поставим. Так, промышленность растет как на дрожжах, благодаря вашим услугам. Стали теперь всегда хватает. С другой стороны, скоро будет не хватать работников. Рабочие в Глазго возмутительно избалованы. Они все чаще выходят на забастовки, требуя улучшить условия труда. В то же время тысячи голодных бедняков в Северо-Шотландском Нагоре готовы на все ради рабочего места. Нужно только доставить их в город. Постройте железную дорогу на Диком Западе в Северо-Шотландском Нагоре, чтобы этот захолустный уголок мог приобщиться к благам цивилизации. Постройте пассажирские станции в следующих городах Глазго и Форт Вилье. Ну, давайте посмотрим. Так, итак, Глазго. Так, ну давайте строить сразу. Чего ждать-то? Берем пассажирскую станцию. Так, вот так, есть. Первая готова станция. И идем во второй город, посмотрим, что у нас здесь. Я думаю, что мы будем станцию строить где-нибудь, наверное, вот здесь. Чтобы нам не мешалось. Так вот сделаем. Нам здесь еще потом понадобится грузовая, поэтому, в принципе, можно сразу две строить. Но сейчас посмотрим. Давайте я с одной начнем. Выбираем станцию. Первая станция. Давайте ее сразу проапгрейдим. Выбираем платформу, грузовая платформа. Ставим грузовую платформу. Есть. Выбираем рельсы. Вот это они, конечно, круто сделали, что можно сразу две станции ставить. Это очень прям супер. Так, ну мы пока вот это трогать не будем. Мы потом позанимаемся. А сейчас пока займемся прокладкой просто обычной шлезнодорожных рельс. Берем пути и начинаем прокладывать дорогу. Так. Давайте вот так вот сделаем. Ну вот так. Вот так. В принципе, можно было сразу проложить, но я боюсь, что очень дорого бы получилось. Хотя денег, опять же таки, у нас много. Мы же не в обычную игру играем, где денег может не хватать, а в компанию, где денег у нас изначально много. Так, связь мы установили. Нам теперь еще здесь нужно будет, что сделать? Нам нужно будет построить поезд. здесь рельсы, ответвления и поставить с вами депо. Есть. Купить поезд. Берем вот этот большой 50 км в час поезд. Добавляем его. 4-5 вагонов. 5 давайте. 1-2-3-4-5. Всю эту красоту покупаем. Есть. Делаем с вами новый путь. Новый маршрут. Раз. И на пассажирский. 2. Есть. Но этого нам еще мало. Нам нужно будет зайти сюда, выбрать поезд, назначить линию. Есть. Теперь. Этого тоже мало. Нам нужно еще по городам пустить транспорт, который будет довозить работяг, отсюда собирать и туда привозить. Поэтому мы делаем следующую вещь. Заходим сюда, выбираем постройки, выбираем остановки и начинаем магию по перевозке пассажиров. Давайте вот так вот. И вот сюда. Есть. Отлично. Здесь же нам нужно будет построить, наверное, еще одно депо, потому что из других мест будет тащить далековато. Есть. Купить, ну, наверное, где-нибудь 4 повозки. Давайте дилижансы возьмем. 5. Есть. И назначить новую линию. Новый маршрут. Давайте сделаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наверное, многовато я купил транспорта. Ну да ладно, не страшно. Давайте выбираем и выбираем на шестую линию. Есть. Это мы с вами сделали вот в этом городке. Это у нас Форт Вилли. А еще у нас есть Глазг, в котором нужно сделать все то же самое. Давайте сделаем. Так, остановки выбираем. Раз. Два. Три. Здесь в центре смотрите сколько, да? Много. Четыре. Ну и где-нибудь здесь пять. Есть. Сюда автобусы можно будет загнать вот отсюда. И мы здесь вот эти вот уже на машинке паровые автобусы сделаем. Ну тоже штук семь наверное сделаем. Купить. Есть. Теперь делаем маршрут новый. Поехали. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ну здесь уже наверное нормально будет. Так. И возвращаемся сюда. Назначаем всю эту красоту у нас на седьмую линию. Все. Есть. Так. А у нас новое задание. Угу. Там где раньше крестьяне выращивали урожай теперь пасутся кудрявые овцы. Леди Магдауэл просто просит вас о помощи. Она просит разузнать. не разбежались ли ее овечки. Давайте перенимаем. Посмотрим. Так. Здесь нет. Здесь. Нет. Здесь. Нет. Здесь. Ага. Задание выполнено. Отлично. Так. Смотрите. Все кто считал овец смотрел сон. Пошумите и разбудите их. Ну как я делал в прошлый раз я сделал вот так вот. Я взял улицу построил вот сюда вот дорогу и вот сюда вот раз и поставил здесь станцию где-то здесь. сейчас сделаем постройки. Во. Бонусное задание выполнено. Ну мы сейчас все уберем с вами потому что мы же с вами зачистую экологию. Правильно да друзья вы же знаете что здесь у нас электромобили потом будут вот это вот все. так. И сейчас мы всю эту красоту убираем. Чтобы у нас девственно чистая природа осталась и никаких следов человека не было. Много денег на это потратили ну блин это дополнительное задание естественно в обычной миссии в какой-то вы бы не стали это все делать и поэтому у вас таких бы расходов не было. Все. Фактически как было все так и осталось. а здесь вот еще станция какое-то время побудет ну она потом со временем пропадет. Все хорошо отлично это мы сделали. Ну а мы с вами запускаемся у нас выезжают поезда которые будут ходить по соответственно нашей линии выехали у нас наши автобусы тоже может полюбоваться на них вот такие вот интересные дилижансы смотрите у нас таких по моему еще не было можно даже понаблюдать такие симпатэ здесь у нас какой-то прикольный дополнительный я не знаю наверное кофр для перевозки всякого шмотя какого-нибудь наверное вот они у нас разъехались все но сейчас будут пассажиров возить соответственно будут собирать со всего города привозить на станцию сюда и потом отправлять туда в глаз ну и в глаз то же самое у нас происходит здесь у нас должно быть кавалькада автобусов где-то можно о кстати еще в тоннеле никогда не был ну-ка сейчас посмотрим с вами от первого взгляда как это смотрится вот такие здесь у нас тоннельчики прикольные да дядька сидит на меня чем-то похож так окей давайте ускоримся а не будем ускоряться потому что сейчас мы отсюда не ускоримся пусть он едет из тоннеля выезжает потом интересно наверное здесь будет просто бетонный тоннель конечно на тоннелями могли бы они поработать немножко более такими интересными их сделать ну и вот выезжает наш красавчик первый все давайте цепляемся за красавчика и на большой скорости сейчас быстренько проедем в город и он начнет у нас собирать пассажиров по всему городу здесь такие старенькие деревенские домики жилые помещения совсем простенькие еще и вот он у нас уже к вокзалу подъехал первый народ уже пошел я смотрю на вокзал там потихонечку и вот паровоз подъехал есть на всех парах сделали мы паровоз задание мы выполнили что нам мы должны дальше ага перевести 20 пассажиров в Глазго но все теперь мы просто ждем когда все это у нас случится наконец здесь знаете что в городах даже до появления автомобиля теперь стали ездить в отличие от предыдущей части повозки частные повозки вы смотрите сколько здесь пассажиров особенно в центре вот здесь вот прям очень большое количество пассажиров может быть даже есть смысл еще побольше автобусов закачать давайте еще пару автобусов накидаем туда потому что реально очень много так давайте купим еще парочку вот таких вот купить купить так и какая станция это у нас там 7 на 7 на 7 на 7 станцию пустим все пусть едут еще пару автобусов туда накинем вон они уже выехали пока доедут пройдет некоторое время ну вот такая движуха у нас пошла потихонечку все у нас развивается глазга требует вот у него здесь винище какое-то или пивище рыба и сталь но сталь мы ему доставляем и корабль вот наш тоже пришел сейчас что-нибудь он там нам тоже привезет здесь я смотрю уже пассажиры потихонечку начали приезжать видите первый пассажир пришел так и корабли тоже начали ходить ну что мы ждем пока 20 пассажиров перевезем больше мы ничего сделать не можем пока что все остальное у нас так более-менее нормально работает а вагонетки вагонетит а вот вот этот мы еще по-моему не смотрели ой слушайте а здесь смотрите какой прикольный карьер здесь прям такие экскаваторы работают всякие здесь конвейерные ленты прикольно тоже очень интересно и здесь какой-то офис есть у них смотрите вот такой кстати нам тоже офис можно поставить где-нибудь в каком-нибудь городке вот вот здесь вот можно поставить так главные конторы рейтинг компания 6 построить чему вот сюда вот берем развернем можно сделать shift и легонечко более точно поставить давайте вот так поставим есть что-то какая-то контора у нас не очень смотрите в прошлый раз у нас была побогаче контора а здесь какая-то она такая убогая а ну наверное это от уровня города может быть зависит посмотрим я раньше думал что это от уровня главной конторы зависит сейчас у нас шестой уровень рейтинг компании думал чем выше рейтинг тем круче здание вот это выглядит ладно посмотрим может быть что-то здесь поменяется со временем возможно это от времени зависит или от уровня самого города в зависимости от того в каком районе ставите возможно тоже ладно окей пусть будет так мы с нас пассажиров перевезли что-то как-то пассажиры не сильно хотят в Глазго ехать вроде как мы им все сделали для того чтобы они могли ездить но они не очень хотят в принципе можно вот сюда вот еще машину накиднуть так перевозка пассажиров закончена отлично новые рабочие санагорья не редкость на редкость продуктивна в своем арабском труде чтобы они не загрустили и не начали задуматься о стачке следует превентивно их утихомерить для этого отлично подойдет виски с внешних гербитских островов привезите в город дешевую выпивку чтобы успокоить недовольных и посечь подрывную деятельность отлично доставьте 25 виски в торговый район гласго погрузите с головой в чудес мир алкоголя благодаря вашим поставкам никто не уйдет ага так значит делаем следующим образом ставим вот здесь вот вот здесь грузовую станцию так как нам ее поставить то вот так поставим снесем дом ладно фикс здесь ставим и ставим еще одну вот здесь вот плата за переправу партии виски таинственным образом исчезла могла ли она просто испариться в открытом море или пропавшей виски легендарной доли ангелов если это так то этим ангелом наверное очень хотел спить давайте примем через залив внутренних гербитских островов переваливаясь сбоку на бок идет корабль говорят что доносящиеся из его котельной радостной пени слышно даже на берегу давайте найдем этот корабль вон он идет есть задание выполнено капитан клянь заявляет что паромщикам мало платят поэтому они периодически угощаются содержимым трюма конечно нельзя закрывать на это глаза если уж напиваться то так как это делают приличные люди в пабе где тепло светло и мухи не кусают доставьте виски в паб так где у нас паб паб у нас вот так ну тогда мы сейчас сделаем с вами еще одну станцию в принципе все равно где мы ее сделаем главное чтобы она в себя включала территорию которая будет обслуживать этот паб так и делаем соответственно новый маршрут отсюда вот сюда есть и покупаем ну не знаю 5 наверное 5 опять опять 5 5 повозок да виски есть берем 5 купить отправляем по 8 линия есть все понеслась я думаю что здесь все окей будет у нас единственная проблема в том что сюда виски еще нам не доставляют вот в чем вопрос ну да ладно и корабли у нас вообще я так понимаю впустую ходят в сухую ничего не перевозят еще ну наверное со временем начнут перевозить когда спрос появится здесь тоже у нас все работает вот у нас винный завод спиртоводочный так вот он у нас выглядит кстати такого завода не было в предыдущей части по-моему если там только именно в миссиях там по-моему что-то с бутлегерами было связано со спиртоводом было что-то такое но я уже давно это делал не помню доставка виски ладно чем я посмотрю а не вот начали они поставлять сюда пока еще мало 4 бочечки но по крайней мере корабль уже ходит уже что-то будет доставлять это уже хорошо сейчас он загрузится мне еще нравится как он теперь паркуется грубо говоря заходит на стоянку прям раз так а раньше в предыдущей части он как-то вот так вот вот так вот заходил тут типа на посадку как самолет вообще не а сейчас почти вплотную приходит разворачивается и стоит бачком здорово это они сделали оптимизировали это дело хотя наверное раньше это более реалистично выглядела так есть ну мы здесь просто ждем пока не виски доставят будет у нас два корабля за всем этим делом ходить может быть там даже был смысл сделать полную загрузку но тогда все равно бы долго все это ходило ну и ладно не страшно в принципе вообще вот этот кусок можно было вырезать пока они 25 виски перевезут но я друзья наверное посижу с вами и полюбуюсь как вся у нас работает эта великолепная экономика кстати напишите как вам эта игра по сравнению с предыдущей в принципе ведь все то же самое но только немножко более интересно красочно более классно нарисованные вот эти вот промышленные здания порты поинтереснее нарисованные остановки такие же у нас транспорта побольше поинтереснее он опять же городского транспорта не нашего а местного населения побольше вот здесь вот кстати если пустить между прочим может быть даже есть смысл пустить вот здесь вот еще одну линию которая будет собирать народ на вокзал и тогда можно будет еще пустить еще один паровоз по этой ветке либо добавить еще вагонов но мы сейчас заморачиваться не будем потому что у нас нету прибыльности такое задание но вообще вот эта вот улица прям так и выглядит чтобы по ней пустить еще одну ветку для пассажирского вот этого транспорта я бы так и сделал конечно очень нравится вот эта вот верфь прикольно так выглядящая ну и вот этот вот док тоже здесь кстати доки можно разные строить можно маленькие можно большие там да разные корабли очень классно очень очень стильно сделано и мне приколы то что здесь вот по-русски все написано глазга центр пожалуйста название станции класс так вспомнил я швартуется это называется когда корабль пристает к пристани сейчас у нас еще один привезет но блин чуть-чуть не хватило еще бы пятерочку и мы сейчас уже выполнили это задание но теперь придется ждать пока следующий пароход доставит и это в прямом смысле пароход доставит виски так у нас что еще у нас нас еще ждет вот этот волшебный круг о котором мы с вами отдельно поговорим и ждет вот эта вот рыба так задание мы выполнили отлично так рыба с картофелем вот как раз благодаря вам жители глазга теперь не просыхает впрочем живая вода но пустой желудок не способствует жизнерадостности требуется прочный базис плата за переправу мы тоже сделали так давайте ка паузу поставим значит впрочем живая вода на пустой желудок не способствует жизнерадостности требуется прочной базис в виде сытой еды все обсуждают новые блюда жареную рыбу с картофелем настоящая радость гурмана помогите этому шедевру баританская кулинарная мысли занятия умы короче местных жителей присоедините рыболовный промысел ваши услуги помогут набить желудок всем жителям глазга рыболовный промысел по эту сторону атлантики добьется рекордных продаж построить грузовую станцию рыболовного промысла и синить ее железной дорогой с глазга давайте давайте так и сделаем где у нас железная ага вот он рыбный промысел давайте ставим пауза у нас уже стоит ставим с вами грузовую станцию в принципе можно вот такую поставить ради разнообразия так и теперь ведем с вами пути вы поняли да почему мы с вами делали сразу изначально в глазга так вот здесь вот я немножко перезагнул в глазга почему мы ставили еще одну грузовую станцию именно для того чтобы здесь не терять время и сразу провести давайте сделаем вот такой вот мастишко ой что же я сделал ну ладно пусть будет так ох 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 здесь наверное я немножко перебрал давайте вот так надеюсь хватит да есть так ну а дальше мы идем сюда и сейчас эти две ветки запараллелим есть ой потому что так дешевле получается ну на моей практике если у вас есть другие мысли по этому поводу то пожалуйста пишите с удовольствием почитаю и может быть даже поэкспериментирую в следующих сериях вместе с вами так у нас тут новое задание ну будем как говорится в Шотландии последнее время люди здесь пьют ни о чем не беспокоюсь хорошо все отлично это мы закончили строим станцию почти уже дошли до конца есть отлично задание выполнено доставьте 25 рыбы в торговый район Глазго ну давайте доставим здесь нам нужно будет построить еще один еще одно депо 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 я прям даже не знаю где давайте где-нибудь здесь попробуем построить вот влезет ли оно сюда или не влезет я не знаю но мы сейчас попробуем попытаться-то надо хотя бы да он невозможно ай-яй-яй-яй давайте здесь поставим в принципе можно было бы от этого разветления сделать но я не хочу сейчас пока заморачиваться мы этим позанимаемся как-нибудь в следующий раз вот так вот сейчас вот сделаем есть контакт так отлично делаем транспорт новый берем паровозик вот этот вот добавляем его да сразу дальше дальше нам нужна рыба рыба тяжел нас рыба вот у нас рыба добавляем пять паровозов добавим покупаем есть делаем новую ветку в очередной раз новый маршрут сюда и вот сюда есть заходим опять сюда назначаем поезд на новую девятую линию все понеслась паровозик наш поехал ту-ту класс так у нас новое задание загадочный каменный круг переместит вас в прошлое где вы сможете помочь отважному пылкому Джеймсу Фрейзеру выиграть у англичан решающее сражение при коллагене и переписать историю принять так ну что переделайте маршрут для повозок так чтобы он проходил вокруг камней давайте идем идем так-так-так а где маршрут-то вот он у нас вот наш маршрут сразу сейчас давайте сделаем друзья потратил некоторое время в прошлый раз для выделки его давайте сюда идем здесь у нас маршрут идет идем маршруты сейчас вот он у нас маршрут сейчас мы здесь все удалим с вами и заново его создадим короче здесь смысл такой что как это вот смотрите разгадайте камни загадку каменного круга камни не раскрывают свои секреты кому попало докажите что вы достойны этих чудес а как это сделать вам поведают звезды короче решение за правду можно разглядеть в звездах здесь непонятно что нужно делать совершенно из этого описания но сделать нужно следующее нужно в форме звезды соединить все эти точки смотрите сюда 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 и сюда видимо наверное нужно как-то а нужно чтобы он их как-то объехал в форме звезды не знаю пока давайте посмотрим как-то Да, все получилось Бонусное задание мы сделали Мне кажется, просто в прошлый раз Я когда соединил вот эти ветки Он сразу засчитал Не знаю, может быть, как-то по-другому было Но не важно, друзья, в общем, вы поняли, что в форме звезды нужно сделать И это мы все с вами сделали Так, какое у нас задание? У нас задание доставка рыбы Я смотрю, что поезд на полных парах уже возит рыбу Четыре штуки уже перевез Но, видимо, еще пару ходок ему нужно будет сделать Наверное И на этом мы, наверное, с вами закончим Я так думаю Поезд вот наш поехал Рыбу, кстати, между прочим, смотрите Смотрите, как интересно у нас получилось Рыбу они вот сюда вот привозят поезд У нас вот эта станция, видите, связана с нашим портом А также с вот этой грузовой станцией С которой рыбу вывозят непосредственно, я так понимаю Вот в эти пабы Во всякие Тут и прикольно получается Потому что в торговые, соответственно В торговые квартал Требуются виски и рыба Ну и вот мы сюда, привозя виски и рыбу Получается, получаем с этого прибыль Ну здорово Очень даже здорово И, кстати, есть еще один альтернативный вариант Я сейчас его делать не буду Но, в принципе, можно Можно поставить вот здесь вот еще один порт Сейчас у нас получилось так, что мы можем рыть каналы Прорыть вот такой вот канал Вот здесь, вот здесь Вот здесь Вот прям напрямую вот сюда прорыть канал И он будет пароходом доставлять Причем пароход у нас достаточно быстроходный 40 кмч идет С большим объемом И, в принципе, это не сильно медленнее получится, чем на паровозе Потому что паровоз у нас тоже пока вот здесь вот идет Здесь вот поворачивает Там туда-сюда пятый-десятый Ну, то есть можно, в принципе, короткий путь Вот такой вот еще по воде сделать Через порт Тоже как вариант Ну, не знаю Я сейчас заморачиваться не буду На эту тему Но если кто-нибудь захочет Может поэкспериментировать Так, здесь нам не нужно Мы ждем, когда поезд приедет Наверное Вот он, поезд едет с рыбой Я так думаю, что, наверное, сейчас он привезет Все, что нам нужно Главное, чтобы в поезде была 21 рыба Ага Нет Здесь 20 рыб Одной рыбы не хватает Вот это да Вот это да, друзья Вот это промах Ну, да ладно Одну рыбу мы сейчас дождемся Но ему придется съездить туда еще за рыбой И вернуться назад Прикольная музычка такая Тоже шотландская Класс В общем, здоровая Не, молодцы разработчики Хорошо, что двигают эту тему Единственное, я так понимаю Что в этой игре, к сожалению Так и не сделали конкурентов Не знаю, может быть, потом В более поздних играх они появятся Может быть, они по апгрейд или апдейт Какой-нибудь сделают для этой игры Но мне хотелось бы, чтобы игра Давала возможность Как вот в транспорте кон Как вы Если играли, помните Там были конкуренты Их можно было акции покупать Целиком компанию купить И тогда все их машины Перейдут на вашу сторону Они своими машинами Мешали Определенные какие-то действия Делать непосредственно у вас Кстати, вот это что такое интересно Вот здесь вот Смотрите, это типа рынка такого Да, мы все сделали Как-то рыбу достали Не могу понять, каким способом Так, благодаря вашим усилиям Глазго-промышленный центр страны По-настоящему расцветает За воду получают дешевую рабочую силу А дешевая рабочая сила Крепкий алкоголь и рыбу Городской совет выражает вам благодарность И даже предлагает ее величество Королеве Викторию Произвести вас в рыцаре Это великая честь Ну и, соответственно, мы выполнили с вами Плату за переправу Крек из Дун И золотое руно Все, мы возвращаемся в главный меню И в следующий раз будем делать Следующую Тихоокеанский рай Задачу На этом с вами прощаюсь Приходите, еще будет много-много всего интересного Всем пока-пока